МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Театре «Сфера» сезон продолжается спектаклем Александра Коршунова по роману Ивана Александровича Гончарова «Обыкновенная история». В главных ролях Денис Береснев и Дмитрий Ячевский. Фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ продолжается моноспектаклем Александра Филипенко «Здравствуйте, Михаил Михайлович» по прозе Михаила Зощенко и Михаила Жванецкого. Арт-объединение «Кул Коннекшнс» представляет в сети кинотеатров «Каро» видеозапись балета Мэтью Боурна «Кармен» на музыку Жоржа Безе. В Русском музее продолжается выставка «Москва в фотографиях 1860-1900 годов» в экспозиции 200 исторических видов Москвы, созданных во второй половине XIX века знаменитыми фотографами Рейнботом, Настюковым, Борщевским, Фишером, Симоновым, Митрейтором, Пановым и другими представителями знаменитых фотоателье того времени. Седьмой международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой завершается в Малом зале Петербургской филармонии. Мариинский театр на новой сцене представляет оперу римского Корсакова «Царская невеста» в премьерной постановке Александра Кузина. Даниил Трифонов играет симфоническим оркестром Мариинского театра в фесшпильхаусе Баден-Бадена за дирижерским пультом маэстро Гергиев. На фестивале Иегудия Минухина состоится сольный концерт сэра Андреша Шифа в программе «Музыка Иоганна Себастьяна Баха». Королевский оперный театр завершает сезон оперы Вердия «Фальстов» в премьерной постановке Роберта Карсена. Главные партии исполняют Брин Терфель, Анна-Мария Мартинес, Анна Прохаско, Саймон Кинлисайт, дирижер Никола Луизотти. В музее Прадо в Мадриде проходит первая масштабная монографическая выставка Лоренцо Лотто, посвященная жанру портрета в творчестве художника. Лоренцо Лотто – один из крупнейших венецианских живописцев 16-го столетия. Из-за своего бескомпромиссного характера и духовных поисков прожил беспокойную жизнь, жил в Тревиза, Риме и Бергамо, часто был вынужден искать заказчиков и после недолгого успеха был осмеян и забыт у себя на родине. Вновь искусство Лотто было открыто в конце 19-го века, и с этого времени художник по праву вошел в число выдающихся мастеров итальянского возрождения. Выставка в Мадриде впервые посвящена исключительно жанру портрета. По мнению исследователей, именно портретные работы Лотто не просто отличаются скрытым символизмом и психологической глубиной, но и наиболее полно представляет материальную среду, в которой жили герои его работ, что позволяет глубже понимать Италию первой половины 16-го столетия. Субтитры создавал DimaTorzok